Внимание, пожарная опасность. Урок учеников 15-й школы прервал этот неожиданный сигнал. Прервал, но не испугал. Уроки по гражданской обороне помогли сконцентрироваться. Вспомнив все полученные знания, ребята без паники выходили, они выбегали на улицу. В деле эвакуации даже учебные, главное – спокойствие. Мы очень много говорим про пожарную безопасность и рассказываем, и обучаем. Но действий в случае чрезвычайной ситуации люди знают мало. И вот эта акция, она и направлена на то, чтобы рассказать, что необходимо делать в чрезвычайной ситуации. Клубы дыма распространились по всей школе. Создать эффект настоящего пожара помогла специальная дымовая установка. Несмотря на то, что ситуация сымитированная, некоторые учащиеся младших классов испугались не на шутку. Особенно, когда поняли, что в задымленном здании остались две девочки. Но после последовавших объяснений успокоились и с интересом следили за отработанными действиями спасателей. Умудренных знаниями старшеклассников процесс эвакуации заинтересовал не меньше малышей. А спасенные девочки с радостью раздавали интервью. Нас вообще в школе обучают, как действовать в таких ситуациях. И я думаю, что при реальной угрозе жизни я бы знала, как себя вести. Самому надо собрать всю волю в кулак и просто идти, не бояться ничего. А то некоторые запаникуют и бегут еще куда-нибудь. Вот. Ну, страшно было? Ну, да, волновались немножко. Запомнится ученикам не только эвакуация, но и демонстрация спасателями специализированной техники, которой комплектованы все аварийно-пожарные машины. Благодаря многим современным устройствам спасены жизни наших сограждан. Пожарная тревога, работа спасателей по эвакуации детей – целое приключение, которое запомнится учащимся 15-й школы надолго. Акция на то и рассчитана, чтобы знания, приобретенные во время учений, без труда были применены на практике, если такая необходимость возникнет. Ведется большая работа в школе, и она не только ведется в этот день, а большая подготовительная работа и на уроках ОБЖ, и на всех совещаниях с сотрудниками, на классных часах с детьми ведется такая работа, как нужно вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому для них это все знакомо, и я не думаю, что это будет неожиданно. Несмотря на то, что пожары в школах явления нечастые, знать правила эвакуации должен каждый ученик. Поэтому в остальных учебных заведениях тоже прошли учения с участием сотрудников МЧС. Не во всех настолько зрелищно, как в 15-й школе, но узнали о том, как нужно действовать в случае реального пожара все ученики.